Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы, я ее зачитаю, но заранее хочу сказать, что девочки, я собираю ваши позитивные истории. Присылайте еще мне на почту. Почта у меня всегда описана в описании канала, указана и в инфобоксе под видео. Позитивных историй тоже хочется добавить. Одно видео выходило, многим очень понравилось. Девочкам желали всего хорошего, приятно послушать позитивные истории. Я их тоже очень жду, но для полноценного видео у меня должно быть несколько историй. Пока что у меня их не так много, так что, девочки, не стесняйтесь, присылайте ваши истории любви с вашими мужьями, не мужьями, а турками. В общем, как у вас все интересное закончилось, развивалось. В общем, будем ждать и позитивчик. Сегодня к истории. Очень нравится смотреть ваши видео и вот решила поделиться своей историей, может кому-то пригодится. Познакомилась на сайте знаком с турком, общались в течение месяца вежливо, внимательно, красиво, говорит, комплиментами, засыпает. Звал в гости, хотя сам ехать не хотел. Говорил, что у него интернет-магазин, но сейчас временные трудности, в данный момент паспорт меняет. Ладно, по прошествии месяца нашего общения я купила билеты, полетела на неделю. Встретил хорошо, кофе, прогулки по Стамбулу. Люблю трамвай, куплю, уже жениться хотел. Для меня это странно. У него спросила, как можно жениться, если мы с тобой только раз встретились. На что он ответил, что в Турции это нормально. Понравилась девушка, пришел, засватал и женился. Мне тогда все еще закрылась мысль, что это развод какой-то, потому что просыпались разные идеи совместного бизнеса. А у меня на тот момент были свои два магазина джинсовой одежды, в основном турецкого производства. Говорил, что можно в Турции открывать магазины с моими знаниями и опытом. А я с его знакомствами и нужными людьми мы много заработаем. И обещала подумать. И так прошла неделя. Я вернулась в Украину. Мы продолжали общаться дальше. Ежедневные звонки, сообщения, вечерние разговоры по скайпу. Все было просто хорошо. Постоянно говорил, что любит, без меня не может. И опять зовет в гости, хочет познакомить с мамой, с дочерью от первого брака. У меня в Украине жизнь идет своим чередом. Я собираюсь купить квартиру, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду для дополнительного заработка. Узнав эту новость, мой милый меня ошарашил своим поведением. Что не нужно мне покупать квартиру в Украине, а лучше привезти все эти деньги сюда. Да, он и мои деньги откроют нам бизнес. Возможно, возьмем в аренду магазин, будем торговать джинсами. Потом мы же все равно в будущем будем жениться. Так что деньги надо вкладывать в Турцию, а не в Украине. Короче, мне пришлось соврать и сказать, что я квартиру уберу у новостройки и почти всю сумму уже внесла еще год назад. Второй звоночек прозвенел, когда я решила посмотреть, удалил ли он анкету с сайта знакомств. Оказалось, что нет. Он даже ответил на мое привет с левой анкеты. После чего я ему написала, что после этого я не хочу продолжать с ним общение. На что он начал всячески выкручиваться, что чуть ли не это не автоответчик отвечает с его анкеты. А он туда даже давно не заходил. И он ее удалит с сайта и не знает, что, собственно, как это вообще могло произойти. Ладно, помирились. Вот приходит Новый год. Он настаивает на моем приезде, говорит, как он мечтает познакомить меня с мамой, дочерью, но билеты покупать не торопиться, ссылаясь на финансовые трудности. Он мне предложил самой купить билеты в Турцию, а обратно в Украину он мне сам купит. Это вот, знаете, письмо о звоночках конкретных, да? Окей, я закрыла магазины, они у меня на территории рынка, и в зимнее время там торговли нет практически. Купила билеты, подарков маме и дочке ему. Подарков получилось полный чемодан и ручная кладь, так как заказы сыпались не по дням, а по часам. Покупала все, вплоть до сигарет. И так как говорил, что сигареты здесь очень дорогие, водку просил привезти не лишь бы какую, а абсолют. В общем, прилетела я во второй раз к нему. Встретил, привез домой. Дома мама. Познакомились, все вроде хорошо. Мама против нашего брака, не против. Вроде бы все время нахваливает меня. Потом привез дочку на зимние каникулы, и мы зажили вчетвером. Все бы и ничего, но постепенно стали вырезать новые подробности, которые меня, скажем так, не радовали. Тот образ, который он мне показал с самого начала, медленно таял. Оказалось, что он не работает, что интернет-магазин то ли был, то ли он его закрыл, то ли вообще не открыл. В общем, не работает, мой милый, а живет на деньги мамы. Мама, которая живет в другом городе, сдает в аренду квартиру, а во второй сама живет. С осени до весны мама живет у него в Стамбуле и на съемной квартире. Вернее, эти полгода они живут вместе на ее пенсию и на те деньги с аренды. Но учитывая, что он сам квартиру в Стамбуле снимает, я думаю, вы понимаете, и не работает он, потому что в прошлом он был директор. Его бизнес потерпел неудачу, а директором, пусть даже и бывшим, не пристало идти в наемную работу. Хотя в долгах он как в шелках, ему уже ни в одном банке кредиты на не дают, везде, где можно, он должен. Машина оказывается не его, а друга соседа, который ему иногда ее дает, дочку отвезти, привезти и меня в аэропорту встретить. Вы не подумайте, что я меркательная, просто если что-то менять в жизни так на лучшее, а в моем случае мне надо оставить свою обеспеченную жизнь, не переехать, простите, почти что в нищету, так как по-другому это не назовешь. С ним во всем нужно себе отказывать, на всем экономить. Он считал каждую копейку вместе с мамой за то время, что я там прожила. Мы ни разу не ели мясо или курицу. Хамси один раз покупали, пожарили. Мама говорила только, готовила блюда только из круп и овощей. Я в Украине себе ни в чем не отказывала. Ела то, что хотела, покупала то, что хотела. А здесь такое. Мама тоже себя вела потом, как показала, не с очень лучшей стороны. То и не так полы помоет, то не так яйца пожарила, то не досолила, то переперчила. Короче, никогда не давала мне готовить. А если я что-то и готовила по его просьбе, то она никогда не ела. Брезгливо ковырялась ложкой в мою сторону с вопросом бунэ. Потом, как дура, простите, смеялась и выходила. Зато массаж для нее это был мой ежедневный обязательный ритуал. Я, конечно, вообще в шоке. Массаж. Я как бы вообще... Потом мама начала приставать с вопросом за мою новую квартиру. Когда будут деньги за нее идти? А то им трудно с сыном. У него столько долгов, а подходящей работы ему нет. А потом он и вовсе ошарашил меня своим предложением. Он мне предложил перевезти свою маму в однокомнатную, которую я купила для сдачи в аренду. Типа, зачем твоей маме одной жить в большой квартире? Ты же сюда переедешь. А твоя большая квартира? А эту трехкомнатную продай и денежки привези ему. Я была в полном шоке. Дочка его очень ревностно относилась и демонстративно показывала, что я ей не нравлюсь. Ей 11 лет, у нее тоже было как за няню. Подай, принеси, одень, расчеши волосы и тому подобное. Он целыми днями лежал на диване, смотрел телевизор или играл в телефоне. Иногда грубо со мной разговаривал. На маму жаловаться тоже нельзя было. Отпускать меня обратно тоже не торопился, хотя прошло уже два месяца. Я у него спрашивала, когда он мне купит билет, так как в Турции больше трех месяцев мне нельзя находиться. Честно говоря, я уже стала побаиваться, мало ли за долги меня продаст. Потом в одном из разговоров я ему сказала, что, наверное, это правильное решение продать мою квартиру, так как мы планировали быть вместе. Он очень обрадовался, его как подменили. Вернулась прежняя вежливость, галантность, внимание. Ох, как ему хотелось денег. Он радостно щебетал, строил планы на мои деньги, подсчитывал, чем можно заняться на эту сумму. Говорил мне, наверное, машину куплю. Ой, нет, я же, короче, лучше кафе открою или лучше бюреки продавать буду, а мне быстрее уехать домой. Наконец он мне купил билет, и я уехала. Звонил каждый день, спрашивал, что с квартирой, когда я уже ее продам. Галя, я еле от него отвязалась. Я его заблокировала везде. Он под чужими именами лез ко мне в социальные сети. И когда мне через три месяца написал мой будущий муж, тоже турок, я, честно говоря, думала, что это он. Но! История, конечно, вообще можно фильм снимать. Но не тот стиль общения, совершенно другой. Давность страницы, территориальность, это тысяча километров от того турка, с которым я общалась. Ну, в общем, я рискнула. У нас началось общение. Через время он ко мне прилетел знакомиться в Украину. Потом я к нему прилетела знакомиться с его роднёй. Всё хорошо, меня приняли. Мы встречались с ним каждый месяц. Естественно, билет всегда покупал он. Он был открытый, позитивный, заботливый, внимательный. Помог мне деньгами с ремонтом в квартире. Обставил ее ни разу, не заикнулся за деньги с аренды. И почти через год нашего знакомства мы сыграли красивую свадьбу. Белое платье, ресторан на берегу моря. Гости поздравили мне всё, как я мечтала. И когда меня спрашивают, как замужем за турком, я всегда отвечаю, лучше турецкого мужа быть не может. Вот он как был внимательным, любящим, заботливым. Он таким и остался. И имя своё стало забывать, потому что кроме как Ашкэм, Хайятым и Бебиим и других нижностей, он по-другому меня и не называет. Знаете, есть такое выражение, что женщина любит, когда ей говорят, люблю, куплю, поедем. Вот это про моего. Он не только это говорит, но и делает. За три года он мне ни разу ни в чём не отказал. И возил, уже всю Турцию мне показала, не только Турцию. И покупает мне всё и любит. И мы с ним ни разу не поругались. Да что там, не поругались. Он ни разу на меня голос не повысил. Да не дай бог, что-то вообще грубое сказал. Мне очень повезло с моим мужем. Таких мужчин, как он, я в своей жизни и не встречала. Тьфу, чтобы не сглазить. Поэтому хочу сказать вашим подписчицам. Девочки, не все турецкие мужчины плохие. Из-за одного урода не доверять всем мужчинам – это глупо. Если бы я тогда закрылась и футболила бы всех турков, я бы не встретила своего мужа. Да, не все хорошие, но и не все плохие. Просто доверяйте своему сердцу. Желаю вам всем любви и добра. Галя, спасибо, что дочитали моё письмо. Может, кому-то из девчонок оно пригодится. Спасибо за вашу передачу. Если бы я раньше её смотрела, может быть, со мной такого и не произошло. И немножко девочка написала. Ещё хотела бы добавить на тот случай, если возникнут вопросы, почему я всё это терпела и сама себе не купила билет домой в Украину. По-плохому я уходить боялась. А по-хорошему он меня не отпускал. Если начинала ему говорить, что я хочу уехать, что мне не нравится, и как мама себя ведёт, и как дочка, и как он сам, что мне тяжело всё это терпеть в такой обстановке. Он всегда всему находил оправдание, что я сама себя накручиваю. Типа, мама – это пожилой человек, не стоит обращать внимание на её капризы. Дочка? Ой, ну это же просто она ревнует. Он со временем привыкнет. А он сам меня любил и ничего не накручивал. Но на самом деле это всё не так. Я не видела от него любви. Я прекрасно понимала, на данный момент ему просто со мной удобно. Плюс ежедневно он меня обрабатывал разговорами о продаже моей квартиры, о переписывании бизнеса, разговор о свадьбе прекратился. И я сама прекрасно понимала, что жениться он у меня не собирается. Его цель – получить от меня деньги. Но решила я не подавать виду, потому что я не знала, чем бы это всё закончилось. Уйти сама я не могла, чемодан собрать и выйти, незамеченный из квартиры бы тоже не получилось. Квартиру он снимал в Сите и закрытая территория с охраной. Они бы ему в любом случае позвонили и спросили, всё ли нормально, как-то-то здесь ваши голые гости с чемоданом выходят, всё ли у вас в порядке. Короче, я боялась. Да и моё недостаточное знание турецкого языка тоже играло свою роль. Вот такая интересная история. Как и девушка с Альфонсом познакомилась, у неё хватило сил уйти от него и мозгов, слава богу, не наделать ошибок. В итоге она оказалась счастлива в счастливом браке со своим настоящим мужем, что, собственно, это классно. Я очень рада, что так всё получилось. Я ещё давайте зачитаю одну позитивную историю. В отличие от большинства ваших подписчиц, я являюсь мусульманкой, крымской татаркой, поэтому в религиозном плане у нас с мужем нет никаких трений. К тому же турецкий и крымский татарский язык очень похожи. Так я родилась в Крыму и долгое время жила в Украине, училась в русской школе. У меня есть подружки-славянки, поэтому по духу я близка к вашим подписчицам. Приступим к моей истории. В 2008 году я в первый раз вышла замуж, и, к сожалению, а теперь уже, наверное, и к счастью, мы разошлись с мужем в 2012 году. Одна из этих причин у меня не получалась забеременеть. Проблема была во мне. Было тяжело, депрессия и всё такое. В июне того же года, то есть через три месяца, мы с кузиной гуляли по городу, и тогда я жила в Симферополе. Приостановившись, чтобы что-то достать из сумки, подняла глаза, я увидела, как по направлению ко мне идёт мужчина. Подойдя ближе, он начал говорить со мной на английском языке. Я сразу не поняла, что он турок, высокий, зеленоглазый, и что хочет от нас, спрашивал какой-то адрес. Как потом уже выяснилось, он издалека заприметил меня и решил подойти познакомиться. В Крыму он приехал по делам и предложил присесть и выпить кофе. Мы согласились. Скажу честно, на тот момент я не была готова к новым отношениям, и поэтому всячески пыталась сфокусировать его внимание не на мне, а на моей кузине. Тем более я поняла, что он ей понравился. Но, видимо, свой выбор он сделал ещё до этого, как к нам подошёл. Практически весь оставшийся день мы провели вместе. Мировоззрение, взгляды на жизнь у нас оказались похожими. С тех пор у нас всё закрутилось и завертелось. Про себя ещё при первой встрече я сказала, что разведена. Он не был ни женат, ни детей не имел, и до встречи со мной жениться не думал. И скажу заранее, это в порядке вещей среди его родственников, половина тоже нежената. Понимая, что у него всё серьёзно, я ему сказала, что, скорее всего, у нас детей не может быть, потому что у меня диагноз за бесплодие. И может, лучше нам разойтись. На что он ответил, что мы что-нибудь придумаем, а отказываться от меня он не собирается. В 2015 году в Стамбуле мы прошли обряд никяха. Беременность не наступала. Не теряя времени, мы приняли решение сделать ЭКО. Очень сильно тогда помогала мне его сестра. Мы всё вместе ходили, сдавали анализы, проходили все манипуляции. Однако попытка оказалась неудачной. Сейчас страшно даже вспомнить всё, что я переживала тогда. Муж меня тогда очень сильно поддерживал, морально помогал, говорил, что ещё будем пробовать. Но я там понимала, что это будет тяжело. И одна из причин – это возраст. Мне уже тогда было 35. Но, видимо, Аллах нас услышал на моей молитве. И через 8 месяцев я узнала, что беременна. Сказать, что мы были счастливы, это значит ничего не сказать. Мы просто не верили своему счастью. Вот сейчас вам пишу, а у самой слёзы на глазах катятся. В 2016 году мы расписались, а в 2017 я родила нашу принцессу. Нашему чуду уже 3 года. А вместе мы уже 8 лет. Живём мы пока в Украине, а у мужа здесь работа. Но каждое лето приезжаем в Турцию на отдых. Со временем собираемся переехать в Турцию. Все его родные и близкие меня и доченька очень сильно любят. И мама его меня сразу приняла. Но, к сожалению, она умерла 2 года назад. Но внучку свою она увидела. Мы полетели, когда дочке было 2 месяца показать ей. Она была очень счастлива, так как думала, что сын её уже никогда не обретёт семью. В заключении хочу сказать, что я каждый день благодарна Аллаху за мужа и дочку. Всем девочкам желаю обрести настоящее женское счастье. Я буду рада, если вы прочитаете мою историю любью. Может, она кому-то будет интересна. Заранее спасибо, как видите, прочитала. Спасибо за вашу историю. Я очень рада, что у вас всё хорошо сложилось. Я продолжаю говорить, что, девочки, жду ваших историй. У меня на почту она указана в инфобоксе под видео. Ваши позитивные истории любви рассказываются. Очень интересно. Позитив очень всем заходит, всем очень нравится. И мне самой интересно почитать. И я искренне за вас люблю порадоваться. Спасибо за ваше внимание, за ваши письма. Жду ваши комментарии под видео и ваши истории. Всем увидимся. Всем пока.